Всем привет-привет, ребята! На самом деле я разучилась снимать видео и разучилась разговаривать, потому что, сказать честно, я давно ни с кем не разговаривала. Попрошу просто не обращать внимания на мою речь. Я знаю, что она и раньше была, в принципе, не идеальной, но сейчас она будет еще хуже, поверьте мне. Дело в том, что жизнь такая штука, она любит менять планы, и мы вернулись в Алматы домой. Сейчас я в Алматы, да, я знаю, многие из вас обрадуются, потому что вы меня ждали в Алмате. Дело в том, что мы должны были зиму провести в теплых краях, но планы поменялись, мы вернулись. Поэтому мы сейчас жутко мерзнем, злимся, и я, если честно, вообще в жуткой депрессии. Хотя где-то в глубине души я безумно рада, что мы вернулись домой, потому что все равно я скучала. В гостях хорошо, а дома лучше, знаете, как бы хорошо ни было в Японии, как бы классно ни было в Сингапуре, все равно меня тянуло домой. Я не знаю почему, ну, наверное, потому что это мой дом. Да, если быть абсолютно честной, то мне надоело путешествовать. Я знаю, вы сейчас подумаете, больная какая-то, как может это надоест? Надоест или надоест? В общем, я вас предупредила насчет моей речи. Мы все-таки с мужем немного эгоисты, думали все равно о себе, нам хотелось путешествовать, ездить, разъезжать. Постоянно мы от себя убегаем, не знаю куда, конечно. И мне все равно хотелось вернуться, вернуться домой, вернуться к друзьям, вернуться к регулярным съемкам видео, нормальным, без влогов. Ну, по крайней мере, в влогах о путешествиях. Я знаю, вам они очень нравятся. Кстати, о влогах я уже второй день редактирую видео о Сингапуре. И я думаю, что да, оно сейчас на канале. Слава богу, я в это верю. Потому что в данный момент оно сейчас сохраняется в YouTube. Читаю об этом, чтобы оно открылось. Потому что я нарушала авторское право, наверное, пять раз. Я удалила почти все клевые композиции из моего видео. Поэтому видео будет без нормальной музыки. Ну, там, в общем, что попало, потому что без авторских прав. И знаю, я сейчас в активном поиске классных композиций, без авторских прав. И, конечно, это тяжеловато. Если бы были какие-то знакомые диджеи, которые могли бы для меня что-то создавать, без авторских прав вообще было бы клево. Я бы могла оставлять на него ссылки, на этого человека, делать ему такого рода рекламу. И у меня была бы классная музыка на канале. И еще, знаете, что меня жутко раздражает, что сейчас на улице холодина, а в квартирах жара. Во всех домах жара, потому что отопление просто адское какое-то. И у меня жутким образом кожа просто сохнет. Моя кожа привыкла постоянно к влажному климату. Приехав в Алмату сейчас дома, у меня сохнет абсолютно все. Я хочу постоянно пить. У меня руки шелушатся, ноги шелушатся. Лицо постоянно требует крема. Я мажу, 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 и я не могу нормально увлажнить лицо. Это какой-то ужас вообще. Как же я завидую странам, у которых влажный климат. Если вы хотите знать мое мнение о Японии и о Сингапуре, какие-то выводы, я могу снять тоже отдельное болтологическое видео. Буду просто болтать без разных всталок, картинок. Может быть оно будет скучно, но я поделюсь своим мнением. Если вам действительно хочется, чтобы я сняла такое видео, то напишите об этом в комментарии. А сейчас я расскажу просто о своих планах. Мне жутко надоели мои волосы. Может быть вы заметили такие вот светлые блики на моих прядях, на волосах. Дело в том, что это я сама экспериментировала с волосами. В Японии купила просто краску и в общем делала такой эффект выгоревших волос. Потому что меня это на самом деле привлекает очень сильно. Я хочу сделать эффект выгоревших волос. Мне кажется, что моей внешности не хватает именно вот этих светлых волос. Еще я хочу подстричься очень сильно. У меня очень длинные волосы, вы все знаете, и концы в ужасном состоянии. Я бы хотела много отстричь, примерно 20-30 сантиметров. Я не знаю, сколько здесь. Здесь, наверное, 30. Ну, в общем, я бы хотела, наверное, оставить длину по лопатке. Ну, может быть, немножко ниже лопаток. И еще я отвыкла краситься именно вот так, знаете, капитально. Там тоналка, корректор и так далее. Я сейчас, наверное, красилась часа два. А еще я часов 10 устанавливала вот эти лампочки, которые на заднем фоне у меня. Я не знаю, что лучше и... Ну, вроде ничего, да, получилось. Напишите, если вам нравится мой фон. Может быть, что-то нужно добавить, каких-нибудь цветочков, я не знаю. Насчет планов на Новый год, я не знаю. Если честно, мне не хочется ничего выготавливать, готовиться к Новому году. Не знаю. Может быть, я вас сейчас расстрою этим. Я хочу подчеркнуть массу плюсов, что быть блогером – это очень здорово. Потому что вы можете работать вне зависимости, где вы находитесь. То ли дома, то ли за границей. Вы можете вообще из квартиры никуда не выходить. Ну, кроме как почты, да. Может быть, на какие-то мероприятия еще можете ездить. Но быть с блогером – очень класс. И еще дело в том, что меня пригласили поучаствовать в одном социальном проекте. Очень-очень класс. Я думаю, что этот проект должен помочь многим людям, многим девушкам, парням задуматься кое над чем. Об этом вы узнаете скоро. Предложение поступило со стороны России. Меня это очень радует. Знаете, что меня еще больше всего расстраивает? Что чаще всего предложений поступают со стороны России, нежели от Казахстана. Хотя я живу в Казахстане, нахожусь постоянно в Алматы. И такое впечатление, что Казахстан просто отстал на лет сто от всего мира. Я надеюсь, что в скором времени в Казахстане тоже появятся такие проекты. Да, и скоро вы узнаете, что это будет за проект. Потому что я думаю, что видео выйдет, наверное, может быть, сразу после этого видео. И еще у меня вылез герпес. Не знаю, заметили ли вы, но у меня постоянно на одном и том же месте на губе вылазит герпес. Если я немножко простыну где-то. Ну вот стоит мне немного просто простыть, у меня сразу вылазит герпес. Ну я сразу мажу там завираксом, не знаю. Вот я сразу прямо, вот я чувствую, что на губе уже что-то не так. Я сразу мажу, мажу, без конца мажу. И он у меня, конечно, не вот такой, да, получается. Но все равно пятно такое отвратительное и держится это пятно, наверное, дня 2-3 точно на губах. Главное не мочить, подсушивать постоянно. Так, а еще я хотела сказать, что, может быть, вы заметили, что у меня здесь пятно розовое. То ли с этой стороны, то ли с... Нет, по-моему, с этой стороны. Почти на всех видео у меня вот горло пересохло. Я говорю, такая сухость в воздухе, что аж горло пересыхает. Я иногда ночью просыпаюсь прям от удушья. Так вот, это пятно. Это пятно у меня, знаете, камеру я уронила. И, по-моему, что-то в камере у меня там пиксель или как это лопнул или треснул. И теперь у меня вот такое розовое пятно. Оно меня раздражает, когда я начинаю редактировать видео. Некоторые из вас, кстати, его, да, заметили, потому что писали мне. Ну а некоторые из вас не обращают внимания. Я думаю, что это будет такая отличительная черта моих видео. Да, такое пятнышко постоянное. Еще недавно меня мучил такой вопрос. Есть ли смысл снимать видео на ютюбе? Ну вот на самом деле. Иногда так лень краситься, иногда лень редактировать. Это столько сил уходит на это на самом деле, что меня даже больше сейчас привлекает инстаграм. Подумав, конечно, о том, что инстаграм это все-таки фотографии, а ютюбе это видео, это живое общение. Поэтому я все-таки выгоню эти мысли из головы, ну и буду снимать видео, да. По-моему, я все рассказала вам. Ну, как всегда, наверное, что-то забыла. Поэтому буду прощаться, чтобы не затянуть это видео, чтобы оно не было скучным. Буду прощаться с вами. Пишите, пишите. Я все читаю. Иногда, конечно, у меня нет времени просто ответить, что я что-то редактирую, потому что материала у меня очень-очень много. Ну, если вам понравилась моя болтовня, то ставьте лайки. Пока-пока.